странно немножко странно но да ладно главное бомбы не делали что андрей залетел они делают бомбы не знаю откуда у него это вообще взялось что они делают бомбы может он увидел баллончик и подумал что нас покушение я обожаю крошку обожаю особенно после тусовки есть что это лучшее блюдо которое должно быть утром на вашем столе это окрошка окрошку я люблю на иране люблю окрошку на кефире но нет кефир очень густо получается либо это квас красный квас то есть московская крошка либо тайн топчик мой рост 168 я невысокая поэтому если у меня есть каблуки то они все прям на хорошем подъеме я не ношу короткие каблуки вообще я считаю что очень сексуальный высокий каблук красив я дала вам контакты я же вам говорю бренд штанов какой я вообще я не понимаю вы вы сможете вы примем прямой эфир вы не смотрите видимо мои stories ребят идите мои stories все там будет понятно откуда что я брала да сахнова мы ну я не могу сказать что мы друзья приятели как бы ну просто не знаю а что вы не тусите я ладно понятно я в пятницу уже тусила свое вы что не тусить что происходит как вы так быстро ремонт сделали видно что люди вообще короче только зашли и вообще не понимает о чем речь где я делаю ремонт это не моя парта я снимаю ремонт сделать давно жильцы этой квартиры так у меня на бровях перман они свой повседневный макияж на рутюбе я зайдите на мой канал на рутюбе это моя последняя stories после прямого эфира можете зайти в последнем stories вы увидите ссылку на мой рутюб канал сразу подпишите потому что я туда скидываю вот прям все все ночью С детками не потусить. В общем, меня сейчас смотрят мамочки. Меня сейчас смотрят в основном мамочки. Я поняла. Не хочу отучиться на мотоцикле. Никогда не было такого желания. Хотя я гонщица еще та. Я люблю скорость. Я в детстве, у меня у папы был такой мотобайк. И я очень любила с ним кататься. Я сама нажимала скорость. Мне очень нравилось. Но сейчас нет. Не хочу. Почему не бросаешь курить? А шкуди. И то я это делаю крайне редко. Блин, настолько такая гадость. Она так прилипает к вам. Я вот хочу, правда, пообещать себе, что через неделю я даже от этой откажусь. Танюха постарела как-то. Ну, а что делать-то? Года идут. Часики тикают. А можно еще больше букв? У вас есть еще больше букв? Слушайте, я, если честно, мне, кстати, иногда спрашивают, Таня, как ты относишься к тому, что тебе там пишут? Мне еще плевать. Правда. Вот, если честно, есть люди, которые действительно считают, что меня это как-то задевает. Что я на это как-то обращаю внимание. У меня зеркало дома. У них много. Я все вижу. У меня, кстати, очень хорошее зрение. Очень. Поэтому я знаю, как я выгляжу. Я знаю. Я все знаю. Спасибо вам большое, конечно, за критику в мою сторону. Это ваше мнение. Проблема с машиной. В принципе, там вопрос открыт до сих пор. Мне некуда идти. Продолжение следует. У меня сейчас такой вайп. Я хочу посмотреть на ночную Москву, налить себе воды. Потому что все свое вино я отнесла Сереже к соседям вниз. Мы его уже благополучно выпили. Ты там оставался чуть-чуть. Поэтому сейчас водичка у меня по расписанию. Посмотреть в окно. Послушать хорошую музыку. А вы... А вы... А вы те, кто... Думать, тусить идти или нет. Рекомендую потусить. Сегодня суббота. Оторвитесь, отдохните. Приезжаю в Дагестан. Кстати говоря, я как-то была... По-моему, Грозный. Грозный. В Грозном, да. У меня была там пересадка. Так необычно. Из аэропорта видно вот эту вот... Мечеть. Очень так... Вообще другое. Другая атмосфера. Все другое. Интересно. Сколько часов спишь и отдыхаешь? Фу. Сегодня я спала 4 часа. Я говорю, я вообще не знаю, как получилось. Потому что обычно, когда ты приходишь с тусовки, так, немножечко под шофе. Ну, надо мне хотя бы часов 10. Спала 4 часа. Я проснулась. Я как бы, ну, норм. Я вообще не... Я не поняла, в чем прикол. Я говорю, я единственная ночь выпила интерсгель. Это может быть из-за этого. Когда в Воронеж? Кстати, по поводу Воронежа я, скорее всего, поеду туда. Скорее всего, на следующей неделе. Возможно. Либо начало... Ну, короче, через неделю. Вот так. Скорее всего, получится. У меня приезжает моя сестра на днях ко мне, родная. Я для нее делаю один сюрприз, которым она как бы догадывается, но не совсем знает. Но я точно знаю, что она очень этого хочет. Так, что делать? Отношениям 7 лет поссорились, и он молчит. И два... Что? И два месяца прошло. Поссорились, оскорбляют, унижают. Мужчина, который опускается до оскорблений в сторону женщины после 7 лет отношений, я считаю, что это не ваш мужчина, и вам просто нужно идти дальше. Многие девчонки почему-то мне задают такой вопрос, Тань, как уйти из отношений? Безусловно, у меня был опыт такой, к сожалению, да? Вам нужно понять, что вы для себя на первом месте, я считаю. И как по мне залог счастливых отношений, это когда мужчина, который находится рядом с вами, понимает, что вам и без него тоже хорошо. С ним классно, но и без него тоже хорошо. это очень важно. Он не должен чувствовать полный, я не знаю, как это правильно сказать, но понимаете, да, о чем я говорю? Я пью воду. В общем, мужчина должен понимать и осознавать, что если что, и без него все хорошо. это важно. И это залог счастливой семьи. Это, опять же, мое восприятие. Жить нужно вот за головой или сердцем. А как без сердца? Вот я, допустим, люблю это. Разум должен быть однозначно. На первое место ставьте все равно мозг, потому что сердце это такая вещь. Понятно, что нужно идти к тому, кому ты что-то испытываешь. Это очень важно. Но не знаю, разум включайте. А разум включайте. Мимолетные слабости, когда вам круто. когда вам интересно. Это же все проходит. Вы же это понимаете. Это начальный этап. Дай бог, чтобы это продлилось год хотя бы. Вот это вот. Вот это состояние, когда вас трясет друг от друга, вы не можете друг другом надышаться, вам хочется постоянно находиться вместе. Так и женщины, мужчины, по вашему мнению, так должны рассуждать. Да? Да? Понимаете, вот мужчина, как по мне, совершенно с другой планеты. Это вообще другая галактика, это другой мир. Они реально другие. Нам надо это принять и понять. И то, как думаем мы, не надо перекидывать на него. Он думает совершенно по-другому. Есть женщины, которые сидят и такие, блин, я же ему намекала, он что не понимает. Мужчинам в лоб надо говорить. В лоб, правда. Что вам нужно? Что вас беспокоит? Если вас что-то волнует, скажите об этом. Не нужны намеки какие-то. Не понимают они. Нет. Им надо говорить мне нравится это. Ты можешь этого не делать. Я бы не хотела так. Ваш голос очень похож на голос Собчак. Мне приятно. Я люблю Собчак, мне она очень нравится. Очень умная женщина. Как мне кажется, интересная. Как собеседник интересная. Так. Кто сильнее мужчины или женщины? У нас сейчас такое время, что я за равноправие всегда была. Не нужно мериться ничем. Понятно, что нужно давать мужчине почувствовать себя мужчиной. И вот мне это сделать крайне сложно. Потому что я в этом плане очень сильная и властная. Мне хочется взять все под свой контроль, но это неправильно. И иногда нужно как-то вот схитрить, сделать вид, что вы за ним. И это важно для них. Важно для них, чтобы они себя чувствовали мужчиной в этот момент. А какой-то слюня вы не нужен. Со слюня вы можно руководить по роду, как хотите. А нужен вам такой? Мне нет. хочешь детей? Безусловно, да. Хочу детей. Я очень хочу детей. Но я хочу, чтобы мои дети были рождены от человека, которого я буду очень любить, ценить, уважать. вот и чтобы когда я родила ребенка, я поняла, что да. важно это восприятие. Я говорю, для меня не столько важно, даже не знаю, внутри это должно ощущаться как-то. Я всегда, знаете, чего боялась? У меня была такая вещь, я очень всегда боялась сделать неправильный выбор. То есть, я, допустим, встречаюсь с человеком долго, доходят все до предложения, и я в этот момент такая так, у меня сразу глаза бегают, так, подожди, а после предложения ты дети уже, а точно ли он, а точно ли с ним я хочу этих детей? То есть, когда у вас возникают эти вопросы в голове, то значит, это не он, потому что таких вопросов у вас не возникнет. А у меня так было трижды, когда я сидела и думала, так, наверное, нет, не готова я от него детей рожать, жить с ним всю жизнь, нет. Вот это для меня было самое страшное, сделать неправильный выбор. Так как я сейчас одинока, то я совершенно сделала все правильно, не дойдя до этого, потому что это не те мужчины, от которых я бы хотела иметь детей. с Захаром мы не общаемся. честно, для меня это вот, ну, честно, откровенно могу сказать, для меня это не мужчина. Можете ему передать, я знаю, что куча людей, которые сейчас это доложат, без проблем, скажите ему в цвет, что я считаю не мужчиной. Я считаю, что когда человек занимает деньги, неважно какую сумму, у девушки занимает, у девушки, не у дружбана, кента, у девушки, неважно, как мы с ним общались, с друзьям, неважно, ты занял у девчонки деньги, но будь добра, верни их. Как он мне кричит, что он якобы мне их перекинул, возможно, так оно и есть, по номеру телефона на Сбербанк, но я ему специально сказала, что когда ты будешь перекидывать, ты мне скажи, потому что у меня не привязан мой телефон никаким картам, а Сберовская карта уже в блоке как наверное год, то есть поступления, которые приходят, они в никуда улетают, меня он сказал, за счет этого ты дурак, что сказать, за счет того, что ты дурачок, придется платить дважды, возможно, действительно их перекинем, но я же наговорила, придется еще раз это сделать. Слушайте, задали вопрос, сложно ли быть сильной женщиной, я не считаю себя слабой, правда, я не считаю себя да нет, я считаю себя сильной, но сложно, да, не развернуто ответила, но это сложно. Это сложно в том, что ну как бы это правильно выразить. Нет, это сложно в том, что ты привык не то, чтобы командовать, но где-то держать ситуацию под контролем. Это дело не в контроле, чушь я какую-то несу. Я не знаю, как это правильно объяснить. Это тяжело, потому что сейчас, к сожалению, очень много слабых мужчин. Сейчас немного сильных женщин, сейчас просто слабые мужчины. Вот так я наверное скажу. Их очень много. Нет сильных женщин. нет сильных, есть слабые мужчины. Наверное, так. Ты израздельный бюджет или общий после свадьбы? После свадьбы я считаю, что у вас должна быть общая казна. Наверное, как-то так. Но тем не менее, все-таки главный добытчик в семье это мужчина. Он должен вносить основную долю в вашу семью. А женщина, если она еще и работает, зарабатывает, конечно, она может допустим лишний раз не дергать мужа, не говорить скинь или дай мне карту. Может просто расплачиваться своей. Вот как я вижу семейную жизнь. До семейной жизни полностью мужчина должен обеспечивать женщину. Полностью. Поэтому по поводу сильных женщин, это такая история, об этом можно очень много и долго говорить, размышлять и понять вообще суть, откуда они вообще взялись и почему они взялись. Почему они взялись сильной женщиной? Каждая сильная женщина рядом с собой хочет видеть мужчину сильнее себя. Каждая. И которая почувствует рядом с ним себя слабой. и вот к чему бьется посуда на счастье? Посуда бьется на счастье. Поэтому когда вас что-то разобьется, не паникуйте, а порадуйтесь. Черно не пришла, у нее были определенные обстоятельства, причины для этого. Я не обиделась, она написала мне, что не сможет прийти. как-то так. Мне кажется, эфир немножко подзатянулся. Мы что-то прям как-то в какую-то философию с вами ушли в конкретную уже обо всем. Обо всем. Ребят, вот единственное, о чем я вас хочу попросить, единственное, о чем я вас хочу попросить, больше не задавать вопросы по поводу Дании, это вообще уже давно вчерашний день, позавчерашний, позапрошлый год. Это уже вообще не актуально. Просто примите, я понимаю, что вам наверное тяжело воспринять, что вы привыкли видеть нас вместе, по экранам, да, то есть это окей. Мы совершенно разные люди, которые должны быть с разными людьми, и они тогда будут счастливы, это нормально. Я ничего не испытываю к этому человеку. Ноль. Ноль. Как можно находиться с человеком, если у тебя ничего внутри нет? Это невозможно в моем случае. Поэтому у меня к вам отдельная просьба, пожалуйста, давайте этот вопрос мы закроем. И просто будем говорить о будущем, о настоящем, о том, что интересно сегодня, потому что то, что было вчера, это уже не интересно никому. в первую очередь. Что же ты тогда с ним тусуешься? Я с ним тусуюся. Подождите, логики не улавливают. Смотрите, когда у вас ничего нет к человеку, и ты к нему просто нормально относишься, вы прикалываетесь как друзья, да, ты не можешь с ним поехать тусить? В чем проблема? Я не понимаю. Расскажите мне. Ребят, я до Дани, раньше вот мне пишут, раньше было, у меня до Дани было четыре мужчины, из которых двое из них сделали мне предложение. Как вы думаете, были чувства у меня к ним? Почему мы их не обсуждаем? Давайте о них поговорим. Понимаете, что у меня была еще прошлая жизнь, до него. Я встречалась годами. Я встречалась по четыре года, по три года. Все, я говорю, это вот, воспримите это вот как просто констатация факта. У меня ничего не проснется бывшим. у меня был опыт один такой. Я как-то рассталась со своим бывшим, встретились с ним спустя год. Я вам скажу честно, что я решила для себя понять. Мы приехали к нему домой, я поняла, что я вообще ничего не хочу с ним. то есть помимо спорта говорит, да нет, зачем вообще мы типа тогда приехали. говорю, ну вот так. Мне для себя нужно было понять, а зажжется, не зажжется, может быть действительно реально это как-то реабилитировать. Нет, нереально. Нереально. Когда вот уже пустота, ничего не сделаешь. Ничем никогда. Мы просто, говорю, разные. Так же, как я рассталась с предыдущими парнями. всегда есть причина этому. И эта причина не только они. Я в том числе, я тоже возможно в чем-то не подошла. То есть ну да, у меня очень сильно поменялось нервозрение. Слушайте, со дня прихода на проект меня очень сильно поменялось. Вот послушайте, муки Даши 29, и ты, Даня, очень гордые. Давайте так договоримся, потому что меня действительно начинает раздражать. Я не хочу раздражаться. Если вот подобного формата еще будут бросы, я вас просто буду блокировать, потому что я вас буду воспринимать как неадекватных, ненормальных людей. Без обид. Не обижайтесь, но мне, правда, эти бросы уже надоели. Мне тут вот сидит. Мне это не интересно. Чувствуешь себя одинокой? Нет? Еще, кстати, один важный момент, который каждый из вас должна для себя, прям вот это обязательно. Вам должно быть хорошо самой собой, комфортно. Вы можете сидеть одна, и вам круто, потому что вы в кайфе с самой собой. У вас такая внутренняя гармония, мегармония с самой собой. Я сижу одна, мне хорошо. Я не знаю, как это объяснить. Спасибо вам за теплые, добрые слова. Спасибо вам большое. Но в глазах тоска, а в глазах вино. а не тоска. Нет, я просто выпила немножко вина. Два бокала. У меня такой томный взгляд, плюс я спала четыре часа сегодня. мое. Поэтому не так. О! 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 девушкам всегда хочется сильно мужское плечо рядом. конечно. Конечно. Но я не хочу, знаете, как, мне нужен мужчина, который вот это вот кулаком посту, знаешь, женщина, молчи. Нет. Ну, типа, с таким я тоже не смогу. То есть, должно быть равноправие. безусловно, я где-то буду подыгрывать. А что делать? Он же мужчина. Это все приходит с опытом, это все приходит с набитыми шишками, потому что я в очень во многих ситуациях, в предыдущих своих отношениях многое делал неправильно. Я сейчас это понимаю. Вот. Поэтому, конечно, как бы есть четкое восприятие, есть четкая картинка того, кого ты хочешь видеть рядом с собой. Мне должно быть с ним хорошо по всем фронтам. По всем. так. Какие качества нравятся больше всего? Слушайте, мужчина, блин, качество его обязательно должно присутствовать чувство юмора. Если его нет, просто до свидания. Правда, это важно. Очень, очень важно. Чтобы он имел четкую позицию. Вот эти мужчины, которые я не знаю, не ко мне. Я не знаю, а что делать, а куда мы пойдем, а я не знаю. В принципе, нет какого-то конкретного у меня списка, знаете, чувства юмора, доброта, красивый, накаченный, этого нет. Я просто должна это почувствовать. Понятно, что определенные критерии должны быть. внешне для меня важны, но, девчонки, мне не важна внешность. Мне важна внешность. Важна. А ты как отвечаешь в сообщение через человека? Не подняла вопрос. В директ вы имеете в виду? «Сохраните эфир». Да ну он часовой куда мне не сохраняется. Пчелки куда мне быть. Я вообще собиралась выходить еще час назад и заболталась с вами до сих пор с вами на своем супременном эфире. «Мой лежит рядом и так храпит. Люблю его сил нет. 20 лет вместе». Вот. Понимаете, это прекрасно. Просто. 20 лет люди вместе. И вот он храпит, и вас это не раздражает. Вам все, вам все кайф. Вам нравится, что он храпит. Это ваш прям родненький человек. Это круто. Это очень очень круто. Танюш, можно с тобой дружить? Очень очень хочу. Забавно так. Слушайте, я на самом-то деле не знаю возможно я со стороны кажусь какой-то круэллой но я достаточно открытый человек я не знаю то есть у меня нет каких-то там звездных болезней или еще что-то я абсолютно простая и как бы я всегда открыта к общению конечно я не могу отвечать всем директ и многие на это обижаются не обижайтесь но я его пролистываю все что там я вижу я читаю вот поэтому да ну какие фанаты о чем вы говорите что вы пугачевы что ли фанаты нет 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 никаких фан встреч по моей части пожелать кристине привет кристина привет передаю тебе привет я так понимаю от меня ждали все привет как на поле чудес кристин привет виниры это одно из наверное лучших моих вложений которые у меня были вложений в свой род потому что но обязательно обязательно делайте себе керамику не ставьте композит вы только испортите свой род все вы делали биоревитализацию да конечно да хорошая вещь давно делала давно уж не помню когда делала моему 45 мне 39 я просто счастлива трое детей супер это достойный и правильный выбор я вас поздравляю вы выиграли эту игру дома сами убирайтесь не всегда не всегда сегодня я заказывала клининг но здесь очень удобно потому что здесь при комплексе прям все это есть и стоит в принципе доступных денег ну а так конечно порядок я буду стараться держать самостоятельно потому что я почему заказала клинику потому что вчера была тут тусовка вот эти галдеж все дела и конечно после таких мероприятий легче заказать клинику а можно врача кто виниры ставил вам пожалуйста напишите мне в директ сейчас напишите и напишите мне Таня зубы вот так можете написать я вам скину врача своего какие процедуры делаешь с лицом недавно делала чистку у меня кстати очень испортилась кожа не знаю с чем это связано германия привет даст ты ж фантастич стараюсь ее увлажнять надо кстати мне записать уход прям отдельно на рутюб тоже минут на 10 прям полноценно показать все чем я пользуюсь и то чем мне надо пользоваться потому что такие продукты тоже есть которые я потратила кучу денег по итогу полная фигня ой ой ребят все я сон час наступил в моем организме понравилось вам за границей жить это вообще другой мирок был конечно это классно я когда прилетела в Москву мне первую неделю была климатизация прям такой депрос был мне хотелось обратно я привыкла уже к людям к еде ко всему этому мне прям тяжело было а потом как-то вот не знаю Москва втянула меня обратно в свой ритм и я вернулась опять в московский дух на одни и те же вопросы ребят я не буду отвечать просто вы сдаете одно и то же купила или сняла я же я уж просто ответила на этот вопрос ну раз наверное 7 за эфир за 2 эфир ой е-мое квартиру апарта я снимаю снимаю не не купила не моя это недвижимость я это только снимаю сколько у меня время у меня время пол первой ночи 40 минут первая я говорю вообще не знаю откуда еще вот эти 300 человек здесь сидят правда это вообще я не понимаю суббота я зашла вообще не в прайм тайм совсем не в прайм тайм еще кто-то смотрит меня в это время так во сколько я ложусь спать я говорю всегда по-разному но я сова я очень люблю спать мне нужно в идеале 10 часов прям вот тогда я чувствую себя комфортно но сегодня спала 4 хотя пришла в 5 и я говорю я не знаю чудом каким-то проснулся в 9 30 и вообще прекрасно себя чувствую весь день удивительно мне это шок шок как ресницы держатся так нормально они держатся видите все все на месте все на месте ходила я без ресниц но я себе сделала прям натюрель натюрель прям вот у меня здесь полтора углы у меня 11 ну в общем прям я без фильтра да я живот приблизила или вы думаете что я на фильтре тут сижу все равно фильтр использую как цветочек называется что за не знаю мне кажется это кактус нет что это наверное кактус девчонки вы меня сегодня захвалили спасибо вам большое вообще когда женщина делает комплимент женщине я кстати всегда вот если я вижу там девушку она там классно стильно одета я всегда скажу ты круто выглядишь и когда женщина говорит комплимент женщине это очень приятно потому что она точно не соврет мужчины понятно они там лишь бы язычком почесать а вот женщина тещин язык да ну теща у меня получается уже есть дом да это должна быть свекровь не всти себе а где я в себе всти поблагодарила то что вы мне говорите комплименты то что я комплименты делаю другим женщинам девчонки только уверенные в себе женщины смогут сделать комплимент другой женщине запомните это то правило которое вот железное может ли кто-то понравится если человек в отношениях нет нет через теоретическое конечно может но как бы это смысл тогда отношений как бы у меня просто такая вещь что если я состою в отношениях то я кроме этого мужчины вообще больше никого не вижу мне неинтересно больше никто ну правда то есть у меня нет такого что мне может понравиться еще кто-то то есть я этот момент вообще исключаю если мне кто-то у меня было такое с парнем я с ним встречалась 4 года я полетела с мамой в Испанию на Канарские острова и там я поняла что мне понравился другой парень я вот просто на него смотрю и понимаю что мне нравится что мне хочется с ним поговорить после этого я поняла что все финал я прилетела я с этим парнем мы с ним не общались я просто для себя поняла что парень с кем я сейчас встречаюсь уже не мой парень надо заканчивать это не отношения я прилетела я вам честно об этом сказала что мы больше не можем быть вместе был грустный финал неожиданно для него но честный пересматривала свои первые выпуски на доме 2 да первый самый да приход смотрела ой вообще я на себя смотрю думаю боже какой кошмар ужас ужас меня камера вообще не любит носа слез носа слез вот эти зоны вы имеете ввиду вот здесь слушайте я периодически себе делаю укольчики но я делаю носа слез кстати не трогала насколько помню нет не помню не помню не трогала когда Сережа вновь погадает нам нужно карты купить золотые золотые карты оставил в Германии придется в России покупать золотые и гадать потому что только на золотых картах сбывается сами понимаете да начинал с островов а то ад был под глазами темные круги боюсь сделать но хочу если у вас очень сильная проблема под глазами вы сходите просто к хорошему косметологу хорошему и он скажет что нужно сделать не экспериментируйте над своим лицом никогда сколько вы сейчас весите сейчас я похудела не так давно я прилетела с Испанией у меня было 50 кг сейчас я вяжу 48 это для меня прям очень комфортный вес очень зовут тебя на дом 2 нет меня туда не зовут так мне кажется если мы прям сегодня с вами вообще заболтались вот у меня из крайности в крайность я либо вообще не выхожу в прямой эфир если я захожу все два часа нет на дом 2 я больше никогда не приду поэтому можете меня там не ждать возможно возможно куда бы я пошла это на холостяк вот это интересный проект так вам спасибо что вы меня слушаете что и что вам интересно потому что я сегодня на самом деле только полумертвая но не знаю почему захотелось выйти в эфир с вами поболтать обо всем обо всем ни о чем так ты сидишь на правильном питании стараюсь питаться правильно правда стараюсь но не всегда это получается нет такого что открываешь холодильник авокадо помидоры я могу сам попадаться в холодильник что у меня там что у меня в холодильнике вино я все отнесла сегодня Андрея у меня голубика у меня тунец помидоры рыбка авокадо в принципе в принципе все то что я сейчас назвала у меня в холодильнике авокадо помидор нет стараюсь стараюсь все-таки держать питание потому что это такая вещь самая вредная любимая моя еда надо подумать что я прям так люблю к сладкому равнодушно абсолютно и слава богу то есть я вообще спокойна как-то есть люди которые знаете прям трясет я хочу слад вообще такого нет абсолютно спокойно к сладкому мать вредного я очень люблю пасту то есть допустим на чутмиле я бы взяла бы себе карбонару это прям итальянская еда обожаю ты делаешь массаж для коррекции фигуры вот хочу записаться на курс антицеллюлитный а так я себе делаю током поднимаю ягодицы называется процедура бразильская попка ну с переездом я забросила там надо прям курс делать так через две минуты мой эфир слетит поэтому в третий час я выходить не буду я безумно рада с вами была сегодня пообщаться поболтать я говорю так получилось то что мы вышли с вами на два часа спасибо вам что вы были со мной эти два часа мне кажется очень душевно поговорили обо всем всегда были так влюблены в себя если честно да поскольку я себя помню да я всегда себя любила я всегда старалась стать лучше я всегда хотела довести себя в это состояние чтобы для меня самой я была идеальна есть крышки еще очень много а именно вот в этой зоне мне еще работать и работать 30 секунд 30 секунд панических атак у меня не было никогда да хотя сейчас я вспомню по-моему нет не помню что было когда то я боялась был дикий страх когда я прыгала с высоты 207 метров там там очень страшно очень так все 3 секунды так 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 Продолжение следует...